Друзья, всем привет! Кто меня не знает, Алена Самсонова, практикующий психолог. И сегодня мы говорим с вами на тему женской энергии. Вообще, откуда она берется, куда надевается, откуда ее черпать, и можно ли с этой историей вообще что-то поделать. Я работаю очень часто в коммуникации с женщинами, которые находятся в трудных состояниях, у которых есть некие психосоматические трудности, либо социальные, либо некая тревожность, связанная с множеством вещей, бывает с отношениями, бывает с детьми. И сегодня, как раз-таки после семинара, мы будем с вами разбирать тему, как вообще наполняться вот этой самой энергией, откуда ее брать. И первое, что я вам скажу, это ваше здоровье. Если женщина в любом возрасте имеет хороший, нормальный физиологический статус, в котором она чувствует себя более-менее, то это большой ресурс. Но если даже этого нет, откуда еще она может взять свою энергию? Куда ее деть, взять, как распределить? То есть первый источник такой женской энергии – это она сама и природа. Почему я так говорю? Потому что я сама долго практиковала различные энергиопрактики. И могу вам сказать точно, что взаимодействие женского организма с природными источниками – ключевой момент в решении многих психофизиологических проблем. И что я подразумеваю под женское взаимодействие с природой? Я подразумеваю несколько ключевых фактов, которые называются «Я» и то, что я потребляю, какие продукты меня наполняют. «Я» и мой активный образ жизни. Он может быть абсолютно активным в семье. Но если вы занимаетесь какими-то прогулками, каким-то видом, увлечением, что бы это ни было, это то, что может давать вам большой такой скилл, навык. Далее. Женский первоисточник. Где он? Он внутри. И здесь мы говорим с вами о том, как его прокачать. Есть некоторые энергопрактики, связанные с растяжкой, с йогой, с дыханием, с медитацией. То, что прокачивает этот источник. Медитации я выкладывала в своих видео и давала также на своих семинарах. Если есть вопросы по этому поводу, пишите. Далее. Когда вы занимаетесь постоянно только своим телом, то этого мало. Энергия все равно куда-то улетучивается. Как же ее поддерживать? Женская коммуникация, взаимодействие с другими женщинами, взаимодействие с людьми, дает огромный такой пласт, который называется «Я могу быть с другими, и я счастлива от коммуникации с другой женщиной». Если женщина наполняется от того, что она взаимодействует с другой, это очень здорово, потому что здесь работает взаимоперетекание. Вы обменялись некой информацией, и произошла транзакция. Даже если эта информация была не особо интересной, не особо полезной, но в принципе она касалась детей, вашего развития и какого-то опыта, это все в бонус, в вашу копилочку, которая называется «Обмен энергии». Чувства женщины в безопасности. Когда женщина себя чувствует в безопасности? Тогда, когда ее окружает кто? Семья. А может быть и нет. У меня есть в консультации взрослые женщины и молодые, которые не имеют семьи, но так или иначе очень круто реализуются в социальном плане. И это хорошие, качественные управленцы. Далее. Содержание себя в чистоте. О чем этот пункт? Мы с вами говорили о внешнем, да? О том, что вы потребляете, о каких-то продуктах, линейках. И другая история – это про коммуникацию в мире. Какую информацию вы потребляете, чем занят ваш день и сколько вы слушаете каких-то сплетен, каких-то инстаграмных тренеров, которые, возможно, не о том. И сколько в этом всем участия вас. Самое важное – это доверять и верить себе, своим ощущениям и своему внутреннему опыту. Если он правильно работает, то есть вы умеете с ним взаимодействовать, а как с ним взаимодействовать, я тоже говорила в отдельных видео, можете посмотреть, то вы можете сотрудничать сама с собой. А как сотрудничать? Вы знаете, как сотрудничать? Да, это можно делать действительно просто. Первое – научиться слушать и слышать свои потребности. Да, это именно так. Если мама хочет кушать, то она должна покушать. Если мама устала, мама может отдохнуть. Если вы не мама, и вы на работе, либо дома, и вы чувствуете потребность в другом, начните искать этого партнера и делать осознанные выходы в тот мир, который называется реальность, не инстаграм. И это первый шаг. Далее, когда вы осознаете свои потребности, вы начинаете их реализовывать. И как только у вас возникают блоки, связанные с тем, что не сегодня, завтра точно получится, убирайте это все и создавайте новое качественное ощущение, которое называется «я точно могу это сделать». Я точно могу это перенести, и я точно могу сегодня попробовать это. Далее, делегирование своей ответственности. Как это помогает? Вообще, что это за штука такая, ответственность? Это все, где вы участвуете, и вы должны что-то делать. Где-то вы должны убрать, где-то вы должны отчитаться, где-то вы должны выложить какую-то информацию, где-то вы должны быть хорошей женой, хорошей матерью, а где-то вы просто устали. И поэтому, когда вы устали, вы можете просто заявлять об этом «я устала, помоги мне». И это про навык коммуникации, в котором вы просите другого включиться в вашу жизнь. И если он включается, то окей. Если нет, попробуйте иначе задать свои просьбы и, можно сказать, дать команды правильной инструкции другому, для того, чтобы были исполнены ваши внутренние потребности. Далее, выражение своей любви. Как это важно? Это очень-очень важно и в отношении себя, и в отношении других. Когда женщина умеет проявлять свою любовь, а как она ее проявляет? Глазами, чувствами, опытом, проживанием, рассказыванием, то это создает новые условия, которые называются «я могу». Далее, когда вы отдаете что-то – еду, какие-то покупки, не очень нужные вещи, вы тоже делитесь информацией. И чем больше у вас потребность отдавать безвозмездно свою любовь, свою информацию, свое время, тем больше вы наполняетесь. Это очень легко и очень сложно одновременно все это выполнять и делать. И если вы имеете много таких видов, умений, навыков, которые продолжают работать на вас, то пробуйте с этим экспериментировать. С вами была Алена, практикующий психолог. Ставьте лайки и семинар по женской энергии вы можете посмотреть далее на YouTube-канале «Психолог Алена Самсонова». И научиться, самое главное, внедрить в свою жизнь то, что вас делает чуточку счастливее.